Город Москва, аэропорт Череметьево, сборная России по вольной борьбе вылетает в Италию на чемпионат Европы. С каким настроем наша команда отправляется в Рим, мы сейчас и узнаем. Бахмут, кого мы встретили? Наших братьев, которые летят в Лос-Анджелес на подготовку. Наши другие братья летят на чемпионаты Европы, покорят Рим. То есть у каждого свои задачи? Ну да, у нас тренировочный процесс впереди, 2-3 месяца. У них только закончился, и у них на носу соревнования. Нам еще пахать и пахать, а им пожинать плоды своего труда. Турбан, с такой звездной поддержкой уже, наверное, грех не побороться за медаль, не выиграть. Да, конечно. Что пожелаешь нашим спортсменам? Я думаю, у него таких соперников даже не будет. Я на Орегинском выиграл столько соперников крепких. Я думаю, там намного полегче будет. Все сборные, удачи. Сейчас у нас как раз в Америке будут такие споры из-за этого чемпионата, потому что у нас тоже в зале очень много любителей борьбы. Обычно Кормье болеет за американских борцов и за своих. Сейчас же европейское противостояние. Ну, по-любому он будет болеть против российских борцов. Но я думаю, наша сборная, как обычно, нас не поведет. Вольники уже прошли регистрацию и сейчас ожидают выхода на посадку. Как вас строят? Настрой бесчерный. Настрой тоже хорошее. Ну, пока так придерживаю, можно сказать. Сколько? Ну, осталось, говорит, 3-3,5. А что первый день будешь сам? Да. Ну, тебе повезло, наверное, больше, да? Поборолся, потом успеешь погулять? Ну, я гулять не знаю, не буду, наверное, буду на своих смотреть, поддерживать. Вообще время было когда-нибудь? Время нет. А что знаешь об этом городе? Исторический город, да? В котором был Колизей. Как вы можете сказать, боевой город, да? Из европейских. Так, что вы еще можете. Итальянская мафия, туда-сюда, да? Хорошие посмотрим, видно будет. Может, понравится. Главная задача выиграть, потом уже. Да, да. Главная сейчас борьба, потом уже город и все остальное. Ассаламу алейкум. Дорогимы и его люди. Не оставляют без внимания наших борцов. Время было когда-нибудь? Нет, первый раз. Вообще, ты борешься в первый день, насколько я знаю? Наверное, успеешь уже посетить достопримечательности дальше? Да, мне визу открыли только на 6 дней. Хотел там остаться, но не получается. Ну, в последний день... Скажу, что первый день борюсь, но есть у меня пару дней. Например, в Румынии у тебя такой возможности не было? В Румынии я боролся последний день, и на следующий день утром я вылетал. Поэтому не получилось прогуляться. А здесь хотя бы пару дней больше. Что вообще знаешь о Риме? О Риме? Итальянскую пиццу, макароны, Феррари, Колизей, история. То есть это все надо успеть попробовать, посетить? Конечно. Борцы едут, чтобы побольше, максимально золотых медалей взять. Это очень важный чемпионат Европы, Олимпийский год. Если я обратил внимание, здесь и молодые ребята, большинство обновился, команда наша. Чтобы знать, тоже ближе к Олимпийским играм, кто второй номер, кто третий номер, это тоже очень важно. Потому что от этого тоже никто не застрахован, мало ли, кто-то травмируется. Чтобы была хорошая подстраховка, чтобы уже ребята тоже проверили уже на чемпионат Европы. Что делаешь в карбан? Нет, фотки рассматривал. Как сам вообще? Как настраиваешься? Да нормально, отлично. Сейчас чуть в процессе все гонки идет, да там. 800 грамм где-то лишнее было, немного тоже. И вот под холмом все же, да. Ну я смотрю, некоторые ребята успели уже позволить себе завтрак. Ты успел? Я авокадо ввел, Идрисович, да. Пойдусь сейчас в хемень. Уже несколько дней на авокадо сидели? Ну не именно авокадо, да, но там много, конечно. А так нормально уже, с питанием, кажется, тоже кушают, что-то гоняют, там вот так. Как-то контролируем, да, этот момент тоже. Рассказывай, как Италия встретила? А даже-то пока еще не очень. Всю ночь вчера не спал, чтобы сегодня в самолете эти три часа прошли? Не-не-не, я спал вчера. Но поздно доснул, поэтому сегодня вырыгался в самолете. Ну чуть-чуть позволил себе, режим чуть-чуть нарушил. Это хорошо, когда мы когда-то спали незаметно и не проходит. Но с другой стороны можно было почитать что-то. Ну когда-когда получается. Ну да. Ну самолете знаешь, никогда это ничего не отвлекает. Приходится книги читать, да, как в том интервью? Да. После того интервью. Летаем, да? Мы развиваемся. Аэропорт Фьюмичино всех прилетевших спортсменов, а и не только, проверяют на всем известный коронавирус. Сборная команда приехала на родину гладиаторов, чтобы их порвать и уехать с золотыми медалями. Вот с таким настроем сборная России по вольной борьбе прибыла в столицу Италии. По прилете в Италию команда уже сразу пробует местные лакомства. Естественно, это пицца и некоторые другие сладкие изделия. Саня, Рим как сходите? Отлично. Хорошая погода, солнечная. Только автобус не подают. Что-то заждались, да? Да, ну ничего, нормально. Подождем. Воздухом подышим. Реже был время до этого? Нет, не был. Первый раз географию расширяем. Прибыл долгожданный автобус. Сейчас едем заселяться в гостиницу. Закидывай на деревья, красавчик! Вот гостиница, где борцы будут проживать на протяжении всего чемпионата. Приятная встреча. Борцы Мадагестана встречают своих партнеров из азербайджанской команды, легионеров. В солнечной Азербайджана оказались в солнечной Италии? Да, да, да. В солнечной Италии оказались. Или вы не живы дома были? Нет, мы были в Баку. Проходили сбор трехнедельный. И вот только прибыли. Встретились с нашими братьями. За всеми. Хорошей обстановки. Сейчас пойдем что-то отдохнем. Устали после дороги. И уже дальше по программе будем двигаться. Этот бассейн и беседки, по всей видимости, будут в расположении сборных команд в течение всего чемпионата. Влоги интересуются, почему нам оходит форма сборной команды России. Я сам даже удовлетворен. У меня Дагестан форма. Чемпионом Европы стал за сборную команду Азербайджан. А сейчас российская форма. У меня форма есть в Дагестане тоже. Я сейчас Дагестан буду. Желаем всем удачи, как говорится. И нашим, и вашим. Кто сильный, тот победил. Ну что же, на этом у нас все. Сейчас борцы будут отдыхать и настраиваться на свои схватки. Турнир вольников столицы Италии стартует 14 февраля.